Владелица парикмахерской Оксана Копылова рассказывает, как только вышли с изоляции, расходов стало куда больше. Чтобы работать, надо соблюдать все предписания. Нужна форма, маски, дезинфицирующие растворы. С конца мая они тут основной расходный материал. За это время женщина закупила средств примерно на 12 тысяч рублей. Как только узнала, что их могут компенсировать, ждать не стала. Подала заявление в налоговую. Выплату получила буквально через пару дней. Я делала, например, через кабинет, через налоговую, через фейк. Это, в принципе, быстро, удобно. Например, последние выплаты, вот сейчас на дезинфекцию, я получила 20 числа, вот я подала 20 июля, и уже 22 вечера мне они упали. Все-таки под спорье радуется женщина. Тем более приятно, что оперативно. Своим правом на единоразовую выплату в 15 тысяч рублей воспользовались 1649 жителей Бурятии. Столько подали заявление в налоговую. Потенциальных получателей субсидий у нас чуть свыше трех тысяч. Правда, скорее всего, эта цифра увеличится, потому что наши на первых порах налоговые органы посчитали, пока это только субъекты малосреднего предпринимательства, а там еще есть такая категория, как организация, осуществляющая деятельность, имеющая социальную значимость. Это, как правило, образовательная организация и все такое прочее. Чтобы убедиться, имеете ли вы и ваш бизнес право на данную выплату, нужно обратиться на сайт ФНС России в раздел «Получите субсидию на профилактические и дезинфекционные мероприятия». Там же можно подать и отследить заявления, но стоит поторопиться. Принимают их только до 15 августа. Мария Кравцова, Жаргал Сариндашиев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова